Ребята, всем привет! С вами на канале Евгений Радист. И сегодня тема моего видео это подмена IMEI и фиксации TTL на модеме. Не секрет, что тарифные планы для смартфонов, интернет для смартфона намного дешевле, чем интернет для модемов, и он безлимитный. Поэтому, если вы возьмете простую сим-карточку с тарифным планом для смартфона и поставите ее в ваш модем, то ничего не будет. Максимум вы получите 64 кбит в секунду скорость. Так вот, наши модемы можно использовать с тарифами для смартфона, и для этого нужно сделать небольшую процедуру. Об этом я расскажу в этом видео. А также, в конце этого видео, для тех, кому интересно, мы немножечко погуляем по меню, подключим к нашему модему антенну, и будет небольшая мудрость жизни, или, как сейчас говорят, лайфхак. Пожалуйста, не проматывайте видео, пишите ваши комментарии. Вперед, поехали! Итак, друзья, вот мы сейчас с вами подключили модем к нашему компьютеру. Ну, модем, значит, у нас находится сейчас около окна, но вот видите, несмотря на то, что мы в самом центре Москвы, Садовая и Кудринская улица, дом 11, вот такие плохие показатели. Синер чуть выше 0, RSSI минус 77, но это еще ничего так нормально. RSRP минус 107, это ужасный показатель, конечно. Вот, то есть, модем у нас сейчас вот у окна в таких плохих условиях. Но мы начнем с того, что мы с вами модем подготовим для работы с сим-картой от смартфона. Напомню, что тарифные планы для смартфона не могут работать в модеме, если мы в модеме не сделаем подмену IMEA. Итак, нажимаем с вами модификации. Да, то есть, здесь главная страничка, интерфейс модема 192.168.8.1. Отключили антивирус и все отключили, заходим. Нажимаем модификации. В модификациях, соответственно, нужно выбрать раздел настройка модификации, вот сюда. Нажимаем настройка модификации. Здесь мы с вами увидим, во-первых, IMEA нашего модема и скопируем. Копируем IMEA. Взяли. Переходим на страничку, которая нам поможет сделать подмену. Опять наверху, посмотрите, пожалуйста, строку браузера. Я в описании все это дополнительно вставлю, поэтому не волнуйтесь. Все можно будет внимательно в описании посмотреть, скопировать. Вставляем сюда наши IMEA. Генерируем. Вот полученный номер мы тоже копируем. Взяли. Возвращаемся на интерфейс модемчика. Опять идем в модификации. В модификациях настройки модификаций. В верхней части фиксации TTL выбираем значение 64. И далее подставляем модель случайного IMEA. Сюда мы вставляем сгенерированный номер. Подставили. Отматываем страничку в самый низ. Здесь кнопочка применить. Нажимаем с вами применить. Вылетает окошечко. Это действие перезагрузит устройство. Продолжить мы, естественно, соглашаемся. Пусть оно перезагружается. Я думаю, что это будет не очень быстро, но и недолго. Давайте попробуем подождать. Вот уже прошла перезагрузочка. Я вижу здесь сверху экрана у меня. Да. Загрузочка странички заново. Опять он заходит на интерфейс. 192.168.8.1 И, соответственно, мы уже сгенерировали. То есть теперь у нас модем может работать. Но вот на этой часть видео, в принципе, она как раз ориентирована на тех из вас, дорогие друзья, кому интересно было, как разлочить модем. Именно наш модем, я подчеркиваю, имеющий наш софт, под работу с тарифами для сим-карт. То есть любой оператор. МТС, Билайн, Мегафон, Тередва, Йота, Wi-Fi, кто угодно. И также вы можете использовать недорогой тариф, предназначенный для смартфонов в модеме. Ну а теперь, если кому интересно, мы немножечко погуляем по модему, по интерфейсу. Вот давайте посмотрим сюда. Итак, у нас RSSI-79, SINR-3. Давайте зайдем в модификации. Там есть интересное такое меню. Мы его называем меню для дачников. Видите, вращение антенны с любовью к дачникам. Нажимаем. Откроется более такой комфортный фон. И вот что мы имеем. Во-первых, мы видим сверху, что у нас модем сейчас работает в LTE. Частотный диапазон у нас 2600 МГц. Вот эта верхняя часть. 2600. При этом показатели, ну, как бы не очень хорошие. Давайте возьмем сейчас, подключим антенну. То есть я здесь в этом видео, конечно, никому ничего не доказываю и ни к чему не призываю, потому что вы не видите моих действий. Тут, условно говоря, на доверие. Но я вам сейчас здесь хочу передать суть, как управлять частотами с подключенной антенной. Сейчас я отойду, подключу внешнюю антенну. Итак, антенну мы подключили. Показатели заметно не изменились. То есть вроде бы все примерно в тех же значениях. А теперь давайте сделаем ход конем. Мы сейчас с вами выберем, на каком из диапазонов у нас повеселее сигнал. Для этого идем в настроечки. В настроечки модема. И в настроечках модема выбираем настройки сети. В настройках сети у нас, видите, идет все поддерживаемые диапазоны. Нас с вами интересует. В данном случае, вот мы смотрим, у нас было 2600. А давайте попробуем поставить BN3. Это 1800 МГц. Нажмем применить. Продолжить. Регистрация в сети. Настройки сохранены. Так. Вот он, видите, перезагружается. Перезагрузился. Вот. Уже как интересно. Давайте опять через модификации. Там будет получше, поудобнее смотреть. Вращение антенны. Антенна стоит, ребят, просто на подоконнике около стекла. И смотрите уже как. RSSI минус 57. Да? SINR уже подрос значительно выше 0. То есть у нас уже здесь есть значение плюс 9, плюс 8. RSRP у нас очень хороший показатель. Минус 84. И, соответственно, в этом положении мы получаем вот такие вот картиночки. Для сравнения давайте опять вернемся. Вернемся на частоту 2600. Ну, справедливости ради, конечно, я сейчас добавлю, что у нас есть базовые станции в центре Москвы, которые работают и на 2600 и на 1800. Опять уходим на 2600. Выбираем. Применить. Продолжить. Настройки сохранены. Опять происходит перезагрузка. Давайте опять через модификации посмотрим, что у нас там происходит. Вращение антенны. Оп. Видите, опять как все. То есть антенну я не трогаю. Модем не отключаю. Кстати, версия ПО здесь, посмотрите. Внизу версия ПО 22.323.01.00143. Это вот в этой версии такой интерфейс модема. И у нас SINR, ребята, очень плохой. Напомню, что такой SINR это соотношение шума и полезного сигнала. То есть сейчас у нас шумов больше, чем полезного сигнала. RSRP это вообще ужасно. То есть плохие показатели. Поэтому, естественно, мы уходим отсюда. Нельзя оставлять нам с вами модем в автомате. Потому что он будет сам как-то определять по непонятному ему алгоритму. Нас это не устраивает. Нас интересует частотный диапазон 1800. Потому что мы явно видим, что он лучше. Давайте попробуем, например, в этой же антенночке. Мы сейчас в этом же варианте поставим все поддерживаемые. И мы с вами выберем, например, что там взять можно. Бен 20. Есть у нас здесь Бен 20 или нет? Я даже не знаю, честно скажу. Посмотрим. Бен 20 это LTE 800 МГц. В областях очень часто встречается. Так, настроечки сохранены. Посмотрим. Но пока пишут нет сигнала. Видите? RSSI 134. То есть отсутствует. Значит, делаем простой вывод, что сигнал такого нет. Уходим отсюда. Опять возвращаемся на Бен 3. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Вот это интересно. А, нет, все-таки он ничего нам не дает. Да. Возвращаемся на Бен 3 1800. Подтверждаем. Настройки сохранены. Сейчас он у нас перезапустится. И посмотрим, какая будет ситуация вот в этом случае. Так, модификации. Причем, ребята, обратите внимание, полкомер показывает какую-то ерунду. Вот я в очередной раз обращаю ваше внимание, что на этот полкомер вообще смотреть никакого смысла нет. Бывает полная шкала. Значит, он показывает, да. При этом сигнал минус 99 децибел. То есть это ужасный сигнал. Или в нашем случае сейчас практически одно деление, но смех, да. А RSSI у нас минус 57. То есть это, конечно, полкомер. Там у радиолюбителя он называется S-метр. В данном случае он значения не имеет. Ну так вот, вернемся. То есть мы фиксируем опять положение 1800 МГц LTE. Синер у нас стабильно выше 0. RSRP у нас замечательный в зеленой зоне. RSSI прекрасный. Минус 55, минус 60 децибел. Напомню, что даже минус 87, в принципе, это в норме. Давайте отсюда выходим. Опять попадаем мы в настройки модема. И я здесь уже как бы так венчаю свой этот монолог тем, что управлять, ребята, частотами имеет смысл. Всегда, даже если вы на смартфоне, на модеме как-то намерили частоты, значит, через приложение мобильное, что вот у вас там 2600, например, да. Не факт. Может быть, со внешней антенной придет какой-то удаленный сигнал, и у вас будет не 2600, а у вас будет 1800, у вас будет 800 и так далее. Поэтому этим интерфейсом, ребята, пользуйтесь, он никогда лишним не будет. Вы всегда сможете подобрать оптимальную скорость, оптимальные показатели, не только за счет самой антенны, за счет вращения антенны и так далее, но еще и за счет настройки модема. Друзья, и еще один интересный момент, тоже я как-то не встречал в интернете ни от кого таких рекомендаций, но по практике это очень интересно работает. Я надеюсь, что и сейчас это нам поможет. Вот скорость плохая, показатели по сигналу замечательные. Есть интересный ход. Давайте мы сейчас на нашем модеме просто поменяем местами подключение пиктейлов. Один был на одном месте, мы его ставим на место второго, второй меняем. То есть крестообразно, меняем пиктейлы. Так, заменили пиктейлы. Сигналы примерно те же самые. Но нас сейчас интересует, ну тоже там 1800 МГц, нас интересует спид-тест. Давайте сделаем замер спид-теста. И посмотрим, что произойдет. Очень часто скорость меняется в ту или иную сторону. Иногда становится хуже, иногда становится заметно лучше. Посмотрим, что произойдет сейчас. Вот, смотрите. Вот, вот как я рад, что у нас сейчас это и произошло. Смотрите, как интересно. Пинг 19 миллисекунд, а скорость у нас, ребята, выросла. Помните, там было 2-3 мегабита, да? Обраточка была там что-то около 8, по-моему, да? Вот, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно ваше мнение. Я так понимаю, что здесь процедура, вернее, как бы история вот этой проблемы в том ключе, что на одной из плоскостей, там, вертикальной поляризации или горизонтальной поляризации сигнала, скорость идет лучше, например, в горизонтальной плоскости. А вертикальность, скажем, прохождения похуже, сигнал как-то теряется, переотражается. Если я ошибаюсь, поправьте. Я с удовольствием век живи, век учись. Но вот видите, как интересно. Это работает. То есть мы оставляем модем в том же положении, да? У нас по-прежнему, значит, идет в настроечках 1800 Мегагерц. Параметры здесь самые идеальные. На 2600 было все очень плохо по качеству сигнала. А скорость все равно страдала. И вот я просто местами поменял пиктейлы. Я сейчас сниму видео на смартфон, еще покажу, что я делал и как стоит антенна на подоконнике. Так, ребят, ну вот просто для наглядности. Вот так вот антенна, что называется, у герания стояла на подоконнике. Здесь два пиктейла RG-316, 50-омные все соединения. И вот наш модемчик. Кабель пошел к моему уже непосредственно компьютеру. И вот смотрите. Ну да, там сим-карточка у нас йотовская стоит. Это микрофон, просто вкладыш. Я что сделал в последней части видео? Я просто поменял местами эти два пиктейла. То есть этот был подключен сюда, тот был подключен сюда. Я взял и крестообразно поменял местами эти два пиктейла. И у нас с вами резко изменилась скорость. То есть сигнал остался тот же. Направление антенны я предварительно выбирал уже, да, то есть подбирал, чтобы получше было. Но вот в данном случае это, значит, действие. Местами мы поменяли пиктейлы. Оно нам дало реальное и заметное увеличение скорости. Ну вот, ребята, спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Я хочу добавить еще небольшую информацию ко всему сказанному. Это скорость в интернете. Не секрет, что скорость для смартфонов всегда или почти всегда выше, чем скорость для модемов. Все дело в том, что операторы сотовой связи видят, что смартфон нагружает сети меньше, и поэтому для смартфонов отдают скорость больше. То есть базовая станция, она умеет разделять контент, и бывает так, что, скажем, видео у вас работает хорошо и быстро, при этом вы скачиваете какие-то картинки, картинки скачиваются медленно. Пусть вас это не удивляет, это нормально. Операторы, повторю, умеют разделять контент. Так вот, на модемах с подменой TTL мы как бы вроде бы показываем оператору, что мы не в модеме, мы на смартфоне, но, тем не менее, будьте готовы к тому, что все-таки это модем, протоколы другие, размеры экрана у нас на компьютере другие, опять же, больше, и скорость, которую выдает в этих условиях смартфон, эту скорость, скорее всего, не получится получить на модеме. То есть не потому, что модем плохой, не потому, что разложка какая-то неправильная, а потому, что вот такая особенность. Этому тоже, пожалуйста, уделяйте внимание. Ну и на всем все. Ребята, большое спасибо, что посмотрели. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, ваши вопросы, ваши замечания. Всегда очень приятно слышать замечания, поскольку я на них обращаю особое внимание и стараюсь делать видео лучше. Всего вам доброго. Подписывайтесь. До свидания. С вами был Евгений Радист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова